Меня зовут Нина Николаевна. Я была на юге, и у меня букеты огромные после инсульта и тому подобное. Ничего мне не делали. А доктор-терапевт сказал, что стихандроз, конечно, обширный. И она мне назначила единственное лекарство – это полигам. Знаете, вот от спины и ниже, как сказать, ну, почти что до игры, вот ноги, такие пластины. Я говорю, а у нас вот в коме есть такое? Вот хочу у доктора узнать. Это чудо какое-то. Я вообще даже ногами не ходила. У меня же инсульт, и нога левая вообще плохо ходит. А правое бедро, ну, плела. Но сейчас вообще чудо какое-то. И 8 всего процедур сделали. Вот, ответьте, пожалуйста, есть у нас в коме? Потому что, как сказали, это новшество какое-то. Спасибо за, скорее всего, рассказали просто о методе, да? Да-да-да. Об этом методе я, к сожалению, не слышал. Но надо сказать, что теперь уже практически, мне кажется, в каждой домашней аптечке должен находиться такой аппарат, аппарат магнитотерапии, Алмак-Алмак-1, который как раз и может снять острую боль при любых проявлениях остеохондроза, будь это в шейном, грудном отделе, в поясничном отделе. А также, к слову, будет сказано и у постинсультных больных, у больных, которые перенесли инсульт. То есть магнит в данной ситуации действительно, в общем-то, оказывает благоприятное действие, снимая болевой синдром и улучшая микроциркуляцию. Возможно, эти пластины тоже имеют связь с магнитом. Вот, наверное, всё. Давайте берем ещё один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, это я. Да-да-да, вы. Представьтесь, пожалуйста. Так, это Анатолий меня зовут. Очень приятно ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, доктор, полезно ли при остеохондрозе, в частности при шейном, бегать трусой и ходить в баню париться? Вот такие интересные народные методы. Вопрос интересный, да, вопрос интересный, вопрос, я думаю, правильный. Значит, что касается сразу про парилки в бане. Париться в принципе можно, но не только, но только тогда, когда нет острых болей. То есть если у пациента острая боль, обострение ни в коем случае нельзя париться. То есть можно идти в баню, но это пускай будет только сухой пар. Специально париться нельзя. В период ремиссии, то есть вне обострения, пожалуйста, можно париться, если нет каких-то других противопоказаний. А бег трусой? В отношении бега, я думаю, что если это бег трусой, не спортивный бег, а просто теренкур, да, обычная пробежка утренняя, я думаю, что это... Без сильного напряжения. Без сильного напряжения. Я думаю, что это не повредит не только на позвоночник, но и в целом для организма будет очень благоприятная процедура. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, мы вас приветствуем. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Нина Васильевна Визинга, а скажите, пожалуйста, можно ли принимать соляные ванны во время остеохондроза, то есть обострения? Спасибо большое. Спасибо. Нет, в период обострения какие-то водные процедуры нежелательны, вообще, в общем-то, запрещены. В период обострения лучше использовать в домашних условиях это какие-то отвлекающие мази по типу феналгона, перцового пластыря, аппликаторов Кузнецова. А уже различные ванны, водные процедуры, они также показаны только в период ремиссии, то есть вне обострения. Как профилактическое больше. Как профилактическое, укрепляющее действие, общеукрепляющее действие. Вот многие заболевания делятся на стадии. Вот к остеохондрозу можно такое отнести? Можно отнести. Есть такая стадийность. Эта стадийность, она оценивается не только клиницистом, то есть врачом, но оценивается и рентгенологом, который по снимкам описывает ту или иную стадию остеохондроза. Ну, первая стадия – это проявление, и как раз вот которое присуще для изменений в межпозвонковом диске только, то есть проявляться может болями в позвоночнике без и радиации, то есть без куда-то, без отдающей, да, никуда. Ну, а третья стадия – это стадия, когда практически осуществляется блок позвонков, и движение в том или ином отделе практически просто невозможно. Остеохондроз передается по наследству? Само заболевание остеохондроза нет, конечно же, не передается. Передается, может быть, какая-то предуготовленность, предрасположенность к развитию. Надо сказать, что вот говорят, что остеохондроз – это удел пожилых, людей взрослого пожилого возраста. Ну, я бы не сказал совсем так, потому что в последнее время мы сталкиваемся с тем, что уже и к нам на приемы приходят люди молодого возраста, подростки, юноши, девушки уже с болями в позвоночнике. Как правило, здесь две основные причины. Первая основная причина – это какие-то аномалии развития позвоночника, которые уже развились внутриутробно. И вторая причина – это различного рода кифосколиозы. Сколиозы – искривление позвоночника. Неправильно сидели. Они приобретены, да, в школе неправильно запарты. Длительное сидение однотипное за компьютером. Сейчас же компьютеризация, и начиная уже с малых лет, они сидят в таком вот виде, и формируется сколиоз. Как раз в тот период, когда идет рост позвоночника. Вот у нас две минутки осталось. Очень хочется быстренько, может, профилактику, еще раз на этом заострить внимание. Вот что мы? Побегать трусой мы усвоили, что мы можем. Массаж все слышали. Безусловно. Также очень хорошая гимнастика. Утречком встать на четвереньки и как кошечка. Прогнуться, выгнуться, прогнуться, выгнуться. Реакторский к грудному отделу. Это к грудному отделу. В поясничном отделе. Можно покрутить обруч, пожалуйста, тоже, как очень ненавязчиво. Можно также движение кпереди, кзади, вперед, назад, в стороны осуществлять движение. Необходимо посещать бассейн хотя бы два раза в неделю. При каких-то предполагаемых физических нагрузках необходимо ношение фиксирующего корсета. За консультацией вы можете обратиться в любой ортопедический салон, где вам доктор-консультант посоветует выбрать правильный корсет. Ну и вся жизнь в движении. Те, кто двигается, я думаю, что все проявления остеохондроза будут минимизированы. Я еще слышала о таком средстве, как турник. Вот полезно висит. Безусловно, пожалуйста. Как часто? Сколько вы проходите, обычно турники ведь вешают в проходе, в дверных проходе, сколько раз вы проходите, можно повисеть. Не надо подтягиваться, просто повисеть, услышать этот хруст и все. Еще раз хотела заострить внимание, что остеохондроз, вы сказали, это не болезнь, но оно неизбежно. Поэтому мы занимаемся профилактикой всю жизнь, получается. Всю жизнь, безусловно. Поэтому в садике нас приучают к зарядке. Да, и эту зарядку надо продолжать вплоть до конца своей жизни. Спасибо вам большое, что пришли в студию и ответили на вопросы мои телезрителей. Всего доброго. Нашим телезрителям, я напоминаю, что следующий случай из практики смотрите в понедельник, сразу после рабочего полдня. В прямом эфире терапевт Оксана Андронова, тема «Гипертоническая болезнь». Напоминаю, как можно связаться с нами. Электронная почта нашей программы «Случайсобакакртк.ру». И телефон редакции 21 45 56. Звоните по путням с 2 до 5. И хороших выходных вам. До встречи.